на нашем канале дорогие дороги я топлю за развитие автотуризма и ратую за то что путешествовать можно на всем что движется велосипед автомобиль внедорожник все что угодно и сегодня нам опять повезло к нам в гости приехал замечательный потрясающий человек конструктор изобретатель лидер по производству автомобильных прицепов анатолий рудов приехал он из москвы у него совершенно чумовое путешествие анвир грудь рулит вот и сейчас мы поговорим и развеемые сомнения как вот этот могла доехать до нашего города все хочешь бить и на держись купить телевизор бикю со скидкой промо код и ссылка в описании ролика путешествовать можно на всем даже на этом сколько ты прошел на этом автомобиле ну примерно 7000 километров откуда я ее купил в анапе потом заехал кольцо по крыму сделал доехал до москвы потом съездил в брянск потом опять в москву вот кое-какие подготовления и вот сейчас еду в новосибирск кемерово автомобиль очень необычный великолепно то есть это уникальный автомобиль который всегда осваивался комфортом ногами помогаешь ну как тебе сказать если затяжной подъем то почему бы и нет можно сколько может стоить такой автомобиль как выяснилось по т.с. когда я покупал то есть я его купил за 40 тысяч рублей я смотрю там старые договора лежали значит предыдущий владелец купил за 25 тысяч рублей а поскольку он как бы не стал себя на учет мне нужно было связаться с предыдущим владельцем так тот сказал что ему девушку просто так отдал вот но уже не смог ездить заниматься машины то есть она ничего не стоило изначально в комментариях утверждает вот если бы у меня была toyota я бы куда-то поехал toyota у меня нет я никуда не еду 40 тысяч рублей с переплатой автомобиль прошел 7000 километров ехать еще столько же и вернуться обратно ты знаешь еще такой момент у меня новая вот там ну несколько месяцев mitsubishi pajero sport я мог бы на ней поехать что там кондиционер комфортно куда хочешь ехать но это все делают это ничего особенно что едешь и рулишь и все этот автомобиль мне дарит эмоции от того что он вот такой весь простой лампу если какие-то проблемы кей случается они ну настолько вот элементарно решается и ты вот он получаешься довольствие ты эту задачу решил да люди подъезжают там допустим к перекрестку или машина родная тетушка сидит у него муж такой сосредоточены на даче там наверное в деревню едут женщина поворачивается и все у него улыбка я кайфую что люди меняются они вот добрые страны не свежую радость то ли вот я смотрю тебя здесь глубокий апдейт такой шикарный ремонт латвийский это дополнительная вентиляция да ну тормоза машина мощная вещь почти спортивные колеса надо охлаждать сколько ты вложил в рим в этот автомобиль на самом деле то есть достаточно много но это связано с тем что мои хотелки я так видел то есть это автомобиль на пневмоподвеске вот колеса тут были страшные я поставил хорошие колеса пусть они диск был но он это оригинальный и новые покрышки до фон дороже денег но ты знаешь это настрой и я когда эту машину купил не от хватало допустим вот этот вот значок мерседески родной вот он складывается все да то есть вот эти молдинги я просто не успел вот эти поставить тут шпаклевки много вот я поставил родные молдинги почему вот смотрите машина не из грязный а вверх все чисто не забрызгивать стекла ничего вот и ты когда подходишь видишь вот этот вот хром весь он старый сейчас современный автомобиль chrome слазит а ему вот все нормально и вот эти мелочи они вот ламповые они вот хочется потрогать хочется смотреть вот это тоже момент отчасти приведения в порядок он участвовал но без этого можно было бы обойтись конечно можно было только твоих хотелки это настроение мои положительные эмоции вот но и естественно я не оставил без внимания тормоза вот ребята с break support перебрали мне тормоза полностью до новые тормозной цилиндр главный подвеска вся перебрана потому что мерседес хоть и свается что ты можешь ехать на ушатанной подвеске и будешь ехать комфортно но все-таки это неправильно пробег большой и нельзя относиться к халатному так вот к поездке хотя бы какая-то подготовка должна быть кстати такой же подход у анатолия к производству своих прицепов то есть все продумано все выверено и конструкторское решение как всегда так ну что а теперь посмотрим как это устроено внутри под капотом практически все в идеальном состоянии аккумулятор новый похоже прежний владелец был дедушка который только ездил в магазин и обратно не соглашусь промежуточной после дедушки ввозили цемент судя по всему ездили по горным речкам краснодара как тут уж какой вообще общий пробег ты знаешь сложно сказать то сейчас там в районе трехсот восьмидесяти вот но спидометр и одометр некорректно работу периодически залипает поэтому я могу предположить что гораздо больше то здесь мотор даже вот до сих пор родной его не капитали вот он чугунный вот сапун выведен он чуть-чуть масло кидает вот но он едет заводится вчера у тебя была проблема с генератором что произошло проскальзывал ремень вот не успел в дорогу поменять запасной взял новый а он оказался не подходящий по размеру в итоге в магазине которую запчастями для газелей торгует вот подобрал ремень под разом из газов газовский ремень до 160 рублей так что машина не бита не крашен а пол не провалится нормально зато вот ты ощутишь вот эти коврики 40 лет они оригинальные это то это оригинальные коврики да это тоже была фишка я их искал и именно в чтобы в бежевом салоне было слушай владимир высоцкий он же владел мерседесом именно этой моделью тоже такой же мы чуть-чуть предыдущая модификация с двойными бамперами параллельно такой же обратно нет не трогай почему ну вот дороги такие в тюлюк ехала там асфальт провал был я на нем прыгнул короче у меня что-то там стекло упало это оборвало кондиционер сломался нет 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 тут у нас но мерседеса эта фишка такая значит у него есть режим вот включаешь и вот набегающий поток воздуха дует прямо из сотов ты получается как будто тебе в лицо вентилятор вот этот электрический имитация хотя печка выключена вот но я открываю еще окошки по диагонали чуть-чуть чтобы вообще в такую жару жарко ехать или комфортно ты знаешь она настолько жарко что комфортно что не продувает слушай это фан это фан хэштег анвир чудит в самую точку человек имеет нормальный внедорожник но отказывается от путешествий на нем и едет на таком легендарном рыдване вот и получает удовольствие я знаю что этот автомобиль был очень популярен у таксистов но у немцев даже история была что когда ее снимали с производства они чуть ли не забастовку объявили чтобы не снимали потому что машины настолько простая в обслуживании она очень надежная и повторюсь она на ходу очень комфортно то есть она как баржа плывет и и и и и и и мы путешествуем на внедорожниках и в принципе ночевка вопросы с ночевкой решены то есть разложился и в салоне и спишь там спальная система здесь я смотрю можно просто откинув сиденье отдыхать но все основные бытовые вещи это у меня до в прицепе вот сон прием пищи отдых работа за компьютером гигиена все там а вообще прицеп сложно тащить за собой ну в принципе нет не сложно то есть прицеп очень легкий вот когда я еду по трассе там я могу спокойно 80 90 ехать 80 90 километров в час по трассе знаешь в этой машине вот даже вот это сидение я взял 126 мастер деса она с подвокотником мне все здесь удобно есть прикуриватели пневмоподвеска рычаг вот я то есть еду как король вот расслабился все здесь если что кофе могу поставить управлять пневмоподвеской то есть это на бездорожье мне приходилось поднимать машину опускать чтобы с прицепом проехать у меня сзади бар с прохладительными напитками то есть у меня компрессорный холодильник кстати я обещал обзор про холодильники скоро будет мы будем сравнивать автомобильный холодильник и термобокс с охлаждением в такую жару это очень актуальная тема ну что посмотрим прицеп ну вот важный момент и многие задают вопросы как энергообеспечение решается да то есть сделаны дополнительные прикуриватели то есть вот у меня холодильник напрямую от аккумулятора то есть я ночую он спокойно работает заглушенной машины вот инвертор стоит но это больше для того чтобы ноутбук зарядить потому что 220 в принципе все остальная вся электрика простейшая прицеп тоже простейший то есть есть стандартный разъем вот толстый вот этот он для того чтобы оптика работала а здесь еще один разъем вот эти два провода передают энергию от аккумулятора в прицеп то есть у меня нету ни солнечных панелей никаких то сложных зарядных устройств ничего то есть все обеспечение идет с автомобиля только сколько лет прицеп почти 40 то есть ровесник автомобиля а вес какой примерно 500 килограмм это снаряженную да то есть так он в районе 400 две двери верхняя часть и вот так вот нижняя часть и она фиксируется что послушаю в принципе вот этого объема мне кажется за глаза для путешествий так это что в обыкновенная стандартная плита газа и не пульс ты пользуешься грилем она как резерв чтобы воду скипятить в термос залить чай а так здесь жарко слишком на не готовить ящички так а это это биотуалет здесь гардероб длинные вещи там обувь разная здесь всякие резервные продукты мало ли что-то случилось дороге надо будет хлеб всякие столовые приборы там химия всевозможные бытовые такие вещи мыло слушай жарковато как это решаешь как комфортно ночевать ты знаешь во первых вот это вот весь люк поднимается вот потом вот это заднее окошко открывается то есть можно сквозняк устроить плюс вот сейчас мы сняли а тут еще у меня шторы такие толстого утеплителя и соответственно это меньше прогревает салон вот и в целом спать хорошо плюс здесь вот приточной вентиляции есть снизу возле что а здесь это центральная часть рамы идет а то есть это она хребтовая да вот и здесь получается вот я стою метр восемьдесят три приличный у меня росту восемьдесят шесть лежать удобно комфортно слушай я остаюсь мне очень нравится жень тут еще салон чем удобен вот ты едешь надо остановиться ты не тратишь время на раскладку где ты лежишь здесь стол он ставился вот по те крючки проще на улице а если едешь семьей просто вот это стоит я сделал за несколько там часов вот так кладется сюда столешница и получается можно спать два взрослых один ребенок спокойно и у тебя получается во первых вот здесь рундуки вещи положить можешь и под это место вот там где ты лежит вот по твоей попу сумме там запаска там стул там еще какие-то вещи лежат то есть прицеп всего 2 и 8 метра длиной кайф слушай а все говорят что в россии отсутствует инфраструктура для кемперов ну понимаешь если говорить слово инфраструктура это кемпинг ну я считаю что он не нужен да то есть он может быть в каких-то таких туристических местах где концентрация вот каких-то исторических там природных объектов то чтобы туристов привлекать но а вся инфраструктура у нас на сегодняшний день есть на дороге берем едем видим дальнобойщики стоят на заправках до большие паркинги туалеты есть кофе попить некоторых есть даже вот на бипе из питера идешь там постирать можно там душ есть стоит недорого но ты себя человеком чувствуешь поэтому я считаю что есть и самое важное что ты можешь при вот этой минимальной автономности выбирать место где тебе удобно куда доедет твой автомобиль инфраструктура для кемпера в россии есть все обочины вдоль дороги часть этой инфраструктуры туалет ты показал душ есть но у меня водопровод есть здесь вот видели на кухне раковину да здесь у меня лейка вот значит я могу мыть посуду могу вот сюда закрепить лейку а можно закрепить сломал опять это все вишь вибрация все добивает к сожалению грейдер не проходит бесследно если ехать очень быстро вот такая вот есть педалька то есть это электрическая педаль да да то есть все вот водичка забыл что экономить воду надо здесь запас небольшой всего 10 литров это как бы в прицепе на улице между прочим 35 градусов жира вода вот хранится у меня в таком отсеке вот обыкновенный бидончик на 10 литров в багажнике еще есть запасы воды то есть я их пополняю и достаточно экономно использую тут же располагается и газовый баллон который я либо плитой пользуюсь воду согреть либо гриль подключая чем отличаешься от конкурентов ты знаешь наверное ассортиментом потому что есть прицепы для проживания вот есть прицепы рассчитанные на скажем так людей людей ведущих активный образ жизни это могут быть и на кайке это дайвинг это охотники рыбаки то есть это вот прицепы трансформеры тире склады да то есть которые также могут минимальный уют там виде воды приготовить пищу да то есть могут дать для мототехники прицепы то есть которые можно ехать через всю россию и фишка в чем что ты не устаешь то есть если ехать с обыкновенным прицепом он будет дергаться стучать очень нужно соблюдать аккуратность эти прицепы которые я делаю они позволяют на большие дистанции с большими грузами ехать но то что авторитет анвира прицепостроение в россии просто безупречен это известно всем ну что я даже в свое время хотел у тебя покупать внедорожный прицеп для того чтобы перевозить экспедиционный шмурдяк и эту тему внимательно изучал кстати сейчас анатолий работает над проектом который взорвет рынок кемперов это будет бомба это будет развитие российского автотуризма и развитие рынка кемпера строения о чем мы пока не скажем всю весну мы провели под слоганом оставайся дома мы не хотим больше оставаться дома мы хотим путешествовать мир слишком прекрасен чтобы оставаться дома а вы ребят подписывайтесь на наш канал ставьте лайки комментируйте только спасибо спасибо